и снова здравствуйте сегодня будем разговаривать о таком прочтении формы как определение расширения цилиндра на плоскости это прямоугольник либо любая другая деталь а также в противовес сужение в том числе как расширить или заузить выкройку через вытачки то что в одежде выглядит прямой линией не всегда ей является изначально выкройка именно поэтому прежде чем говорить о расширении параллельном и коническом расскажу о сборке изначально чаще всего рассказывают на примерах более понятных это прямоугольник для того чтобы понять является ли линия прямой надо оценивать объемность смежных с ней областей в изделии и так сборка на примере прямоугольника что дает эта декоративность линии сборки стиль становится более женственным сложно представить себе офисную рубашку строгом стиле с сборками на нитках на резинках минусом можно назвать то что материала на такой способ уходит гораздо больше плюсом или минусом можно назвать объемность вместе сборки овальность линий от нее исходящих вследствие большого количества используемой ткани наклонность линий до момента ниспадания ткани прямо чем мягче ткань тем легче гнется наружу объемнее чем толще ткань толще сборки меньше складок но каждая из них объемнее чем длиннее оставшаяся от сборки ткань тем меньше эффект складок проявляется внизу происходит укорочение длины чем толще ткань толще сборки больше укорочение чем длиннее горизонтальная область сборки относительно окончательной получаемой ширины тем сборка гуще чем равномернее сборка изделия тем меньше укорочение длины если ткани в длину не впритык то ничего не надо высчитывать и тратить время. Но стоит это иметь в виду, когда ткани немного. Далее можно рассказать именно уже о самом простом увеличении ширины изделия или длины, в зависимости от того, как увеличивать. Это параллельное расширение. Чаще всего именно говорят о расширении, не о сужении. Параллельное расширение это раздвижка деталей по параллельным линиям на определенное расстояние. Линии эти только визуальные. Теоретически предполагается, где должно быть место расширения. От него параллельно нужную ширину расширения откладывается параллельно оставшуюся часть детали. Накладывается линия, отмечается место, насколько надо расширить, и всю оставшуюся деталь переносят, начиная уже с этого расстояния. Расширение может быть равномерным или нет. И проявляется это в двух моментах. Если расширение производится не в одном месте, а по нескольким параллельным друг другу линиям, то все необходимое расширение может быть разделено как на несколько равных отрезков, например, 5 см разделить на 5 см расширений, либо на несколько разных по ширине. Так же, как и расстояние между линиями расширений может быть также неравномерным. Они могут находиться друг от друга, хоть и на параллельном, но на разном расстоянии. Все зависит от того, для чего применяется данное расширение. Это может быть какой-то декоративный фрагмент, другого цвета ткань, другой структуры ткань, кружево, сетка. Это могут быть часто закладываемые складки, которые также могут быть равные или разные по ширине, на равном или на разном расстоянии друг от друга. Основным свойством параллельного расширения являются срезы, между которыми происходит расширение, увеличиваются одинаково. Если это складки вертикальные, то горизонтальные срезы увеличиваются на одно и то же расстояние. В этом отличие от конического расширения. Если расширение происходит для, например, закладывания складок, которые зафиксированы сверху, то там сверху будет объемность, которая прямо не спадает вниз. И если складки не зафиксированы внизу, например, плессированная юбка, мы все прекрасно понимаем, что внизу объем будет больше, шире. Но самой ткани изначально нужно одинаково, как сверху, так и снизу. Нужно упомянуть еще о том, что часто примеры приводятся на прямоугольники, не отражая того, как должны изменяться другие более криволинейные срезы. Например, можно упомянуть о расширении для большего свободного объема. Допустим, можно боковой шов добавить к спинке и к полочке по какому-то количеству, например, по сантиметру. То, как будет изменяться линия проймы над этим местом расширения, зависит исключительно от того, для чего вводится данное расширение. Если это изменение не влечет никаких складочек, сборочек, а именно расширение для объемности, для ширины изделия, то, соответственно, надо понимать, как в данном случае изменяется линия проймы. Обычно пройма углубляется, срез становится более прямолинейным, не таким вогнутым. Соответственно, эти изменения и происходят. То есть, увеличение объема изделия влияет на пройму, а сама линия чертится так, как она должна чертиться вне зависимости от того, как мы расширили. То есть, расширение это не сам по себе конструктивный прием, который как-то иначе влечет за собой изменение остальных элементов. Он нужен для чего-то. И вот то, как обычно изменяются другие срезы, так они и меняются. Оно работает все вместе. Соответственно, если расширение происходит, например, по горловине для закладывания складок, то линия горловины остается такой же. А в моменте расширения, когда складка еще не сделана, там будет зеркальное отражение этих фрагментов, но линия сама остается той же. Либо, если необходимо где-то незапланированное по модели расширение, то линия спрямляется, а круглость становится более плавной. Но возможно нужно еще вспомнить о таком моменте, как расширение может вести за собой напуск. Если идет напуск, то идет увеличение длины вдоль линий расширения. Если вертикально откладываются линии расширения, то вертикально нужно для напуска увеличить длину изделия. Соответственно, и линии меняются уже по новым точкам объемов. Следующий вид расширения деталей это коническое разведение. Отличается от параллельного тем, что проводятся линии, вдоль которых происходит расширение. В верхней части одна точка. В противоположном конце линии расширение. Точка верхней линии это центр, от которой происходит расширение. Длина участка, где находится эта точка, не меняется. Меняется длина участка, где находится конец линии, где проходит расширение. То есть, одна линия остается с тем же размером детали, с той же длиной среза. А противоположный край, противоположная линия, получает расширение. В этом основное отличие от параллельного расширения, где оба среза, между которыми находятся линии расширения, оба среза удлиняются на равное расстояние. Исходя из той формы треугольника или конуса, который принимает расширение, соответственно, и получено название коническое разведение. На данном слайде видно, что на верхнюю точку, от которой происходит расширение, внизу приходится гораздо больше расстояния. По сути, да, это эффект валана. Все остальные участки детали или изделия остаются нетронутыми, такими же прямыми, не спадающими вниз, как и были ранее. Соответственно, из этого видно, что там, где конусообразное расширение, там эффект валана. Все остальное рядом прямое, что бросается в глаза. Разность поведения ткани, не спадание вниз. Соответственно, это может быть либо желанный запланированный эффект наподобие юбки ГД, либо этого надо избегать, если желанный эффект разведения нужен равномерный по всей поверхности изделия. Также данный эффект называют фалдами. Получается, что сам по себе эффект конического разведения, расширения, я рассказала. Делать ли его в одном месте, либо его равномерно распределять по детали, точно так же, как параллельным разведением. Каждое разведение из нескольких будет само по себе равной или разной ширины. Разведения эти по детали будут на одном или разном расстоянии друг от друга. Все это зависит от модели. На последующих слайдах будет отражено, как расширить деталь методом закрытия выточки, а также совмещением данного способа с коническим разведением выточки для расширения деталей. Можно, конечно, показывать на прямоугольнике, но это достаточно абстрактно. Поэтому я предлагаю такой же метод, как используется в большинстве учебников, а именно на изделии с прямыми и изогнутыми срезами. В данном случае юбка. В чем еще плюс данного примера, что это настоящее изделие, не абстрактное. На переднем полотнище ширина выточек одной или несколько имеет одно значение, в то время как на заднем полотнище выточки другой ширины. Какие здесь особенности? Если для некоторых деталей можно использовать любое выбранное расширение, то для других необходимо соблюдать симметричность некоторых моментов. Подробнее сейчас расскажу. На данном слайде представлена либо юбка, либо платье с отрезной юбкой. Все мы четко понимаем, что боковые швы переднего и заднего полотнища должны иметь один угол наклона. Мы прекрасно понимаем, что швы не должны заваливаться ни вперед, ни назад. Выточка обычно имеет центр, от которого влево и вправо отложено равное расстояние. Но выточка на переднем полотнище отличается от ширины выточки на заднем полотнище. У выточки есть центр и две наклонных линии. Имея разную ширину у передней и у задней выточки, рисунок выточки это линии под углом к центральной линии середины выточки. Одна ширина это один угол наклона. Другая ширина это другой угол наклона линии выточки. Место расширения на слайде обозначена розовой пунктирной линией. Боковые швы обозначены красной жирной линией. От пунктирной розовой линии до этой темной бордовой линии деталь будет отводиться от центра в сторону. Она должна отвестись одинаково под одним углом как на спинке, так и на полочке. Именно поэтому выточки должны закрываться на одно расстояние и по полочке и по спинке, потому что раньше закрытие выточек не влияло на данные участки. Все, что ниже уровнем выточки, как находилось под прямым ниспаданием вниз, так и находится, как бы мы не закрывали разные выточки. А когда мы закрываем выточки, разводя по на слайде розовой перпендикулярной линии, мы отводим в сторону. Перпендикулярное ниспадание вниз исчезает. Выточку мы можем закрыть как частично. На некоторое небольшое расстояние, разведя ширину детали, можно закрыть полностью. Выточка исчезает, больше раскрывается деталь. Можно даже преувеличить, полностью закрыв выточку, дополнительно конусообразно, конически, разведя деталь на большее расстояние. Подробнее обо всех вариантах. Обычно передняя выточка меньше задней, поэтому если ее полностью закрыть и на такое же расстояние закрыть заднюю выточку, задняя выточка закроется не полностью, но боковые швы изменят свое направление под одним углом. При этом можно обратить внимание, как произошло раскрытие, как оно также похоже на коническое. По сути, треугольник конус. Отведя деталь в сторону, мы ее никаким образом больше не изменили. Какой вертикальной длины боковые швы были, такой они и остались. Но появляется в линии талии некоторая углообразность, поэтому, как и ранее, мы линии сглаживаем, также и линии по низу тоже должны быть более прямыми. При появлении углов это нивелируется новой отрисовкой линий. Ширина выточек у всех разная, поэтому если заметно, что угол наклона изделия получился достаточно заметным, и на переходе талия и бедро не повторяются изгибы фигуры, ткани прибавилось, образ получился более прямым, свободным, чем фигура. То есть, юбка уже не повторяет изгибы фигуры, она более свободная. В таком случае, боковые швы также надо спрямлять. Если они не повторяют контур фигуры, то нет никакой необходимости в том, чтобы делать линии выгнутыми. Не всегда заметно, но, в частности, юбки, хотя, в принципе, и любые другие изделия, форма изделия задается именно боковыми швами. Разведение происходит на большую величину. Снова на примере юбки, из-за того, что здесь необходимо соблюдать одинаковые углы вертикальных швов разных деталей, на примере той же юбки передняя выточка меньше, а закрыть надо на ширину задней выточки. Значит, спереди закрытие будет больше, чем выточка. И детали наложатся друг на друга, захватив часть объема талии. Этот объем надо как-то восполнить. Если юбка без шва по центру переда, то восполняем в боковом шве. Иначе, можно равномерно добавить, в боковые и центральные швы можно добавить недостающие сантиметры. Но, если добавляем по центральному шву, то, конечно, добавлять надо не только в линию талии, но и по всей длине юбки. Немножко технического момента. Вопрос стоит о том, где находится ширина выточки и вершина, о которых мы говорили ранее. Обочина закрытия выточки происходит вращением детали вокруг вершины выточки. То есть, очевидно, что вершина выточки ограничивает расстояние, где может произойти уменьшение объема всей детали при закрытии выточки. Как известно, вершина выточки может быть выше, чем в базовой выкройке по линии. ширины до полного раскрытия ширины. Поэтому, если талия выточка ограничена расстоянием от талии до линии бедра, то будет уменьшен весь объем изделия детали от линии талии до линии бедра. Если линия вершины выточки находится выше линии бедра, то уменьшение происходит только на этом участке. И до самого широкого места до объема бедра уменьшение не происходит. Но надо это понимать и контролировать, где и насколько произошло изменение. В данном случае талиевая выточка ограничена расстоянием от талии до линии бедра. И весь объем от талии до линии бедра будет уменьшен. Если спереди закрываем на расстоянии, равное раствору задней выточки больше, чем, естественно, передняя выточка, которая здесь положена, из-за полного закрытия задней выточки, то уменьшается необходимый объем по бедрам от талии до линии бедра на полочке. Его необходимо восполнить. Это если юбка по фигуре. Если же она была достаточно свободная и это уменьшение не критично, то, естественно, можно сильно не добавлять. Все зависит по ситуации, насколько нам необходимо это. То есть нужно каждый раз объемы контролировать. Как мы увидели, передняя выточка меньше, закрыли на ширину задней, спереди закрытие больше, чем выточка. Детали накладываются друг на друга, захватывая часть объема талии. Этот объем надо восполнить. В бедрах восполнили объем при необходимости. И в данном случае еще больше напрашивается необходимость спрямлять боковые швы, сглаживать горизонтальные линии. Здесь говорится на данном слайде о том, что стачиваем два боковых среза в один шов, поэтому они должны быть одинаковыми, если нет модельных особенностей. В данном случае речь идет о том, что, возможно, одна сторона может, допустим, быть как-то припосажена, складочки заложены горизонтальные или что-то еще. То есть срезы одинаковые, стачиваем в один шов, когда нет никаких особенностей. Как и ранее все по ситуации. На данном слайде можно прочесть, что выточки нужны с прямыми сторонами, потому что они бывают выпуклые и вогнутые. Сравнивая с геометрическими фигурами, мы понимаем, что выточки больше всего похожи на треугольники. Поэтому, зная, насколько мы закрываем и продлевая эти линии далее, мы можем понять, что коническое разведение как треугольники может быть просчитано для того, чтобы не резать выкройку. Особенно, если кто-то не уверен, насколько хочется раскрыть, расширить изделие. И базовая выкройка скопирована, много бумаги потрачено, и дальше идет разведение, и это все занимает время. Кто помнит математику, может это просчитать. Я же люблю больше использовать масштабную линейку. Здесь слишком простые фигуры, которые вполне подлежат просчету. С помощью линейки, с помощью откладывания в масштабе 1 к 4 все получается достаточно несложно. Но экономится время на работу с целой бумажной выкройкой. Если же и целого закрытия выточки на ширину задней выточки оказалось мало, можно дополнительно расширить выточки, разведя детали конически. Как говорилось ранее, в одном месте или в нескольких. Главное, что это должно быть симметрично, на одинаковую ширину на переднем и заднем полотнище. Также здесь можно увидеть фразу о том, что напуск обычно отсутствует в таких прямых изделиях. Поэтому, как в рукавах фонариках, когда создается дополнительная длина, здесь ничего не надо. На этом слайде можно увидеть коническое разведение в нескольких местах более симметричное, равномерное. То, как криволинейно изначально выглядит срез, как более равномерно выглядит юбка более гармонично при спрямлении бокового шва. На примере оката рукава на данном слайде прекрасно видно, что длина окат рукава, срез, где находится вершина расширения, не меняется по длине. Но в данном месте необходимо сглаживать линии. Это же, конечно, все только элементарные начальные варианты того, как применяется разведение. Естественно, его можно применять, совмещая разные варианты. В том числе, можно не закрывать от начала вершины выточки. Можно поиграть с тем, что, например, некоторые выточки будут закрыты и от них конически разведено, другие разрезы будут находиться уровнями ниже. Так называемый каскад. Какие-то неравномерно раскрываются по ширине и по глубине раскрытия. Вот еще некоторые примеры на других изделиях с криволинейными срезами, где можно увидеть слева вариант линий разведения равномерных, справа коническое и параллельное разведение без увеличения вертикальной длины. Ну и далее для более фантазийных рукавов. Если расширение детали сопровождается напуском, на него нужна дополнительная длина. Вот вариант формы рукава, который можно назвать колокольчик. От линии плеча вниз сначала идет прямолинейный обычный рукав. Над линией локтя примерно начинается расширение, причем можно заметить, что по внешнему краю оно гораздо более заметно, чем там, где находится шов и рука примыкает к телу. В принципе, данное решение логично. Поэтому на чертеже можно увидеть, что срезы левый и правый у рукава имеют прямое ниспадание. Они немного отведены от горизонтальной линии, разведены немного, но изначально два прямоугольника. Они конически не сильно отведены в сравнении с тем, как это сделано по центру, где гораздо больший угол, где расположены фалды. Мы их видим линиями заштрихованными по диагонали. Основная ширина от центра к краю в изделиях обычно более прямолинейно не спадает вниз от центра к краю. Боковые части изделий чаще получают расширение, которое, тем не менее, не меняет прямолинейности образа, без эффекта валана, гаде, но при этом позволяющие придать удобство, тем не менее, движениям. Например, можно отметить юбку-трапецию. По центру она, как и прямая юбка, прямолинейно не спадает вниз. Боковые срезы более расширенные. Ходить в такой юбке явно гораздо удобнее, но тем не менее, воланности фалд не присутствует. И немножко про заужение деталей. По сути, это обратное действие от расширения. На данных схемках можно увидеть, что также любая деталь может быть конически заужена, как через выточку, так и без нее. Первое, это заужение через выточку. Второе, это без нее. Первая деталь с выточкой. Если при расширении через выточку эту выточку закрывали, то логично, что при заужении через выточку выточка расширяется. Также происходит перекрытие части детали в противоположном краю. То есть, при закрытии выточки расширением детали именно расширялись в противоположном от выточки месте, здесь же деталь закрывается, перекрываясь. Поэтому нужно понимать, что закрывать, сужая, нужно настолько, чтобы не сделать изделие чересчур узким. Второй вариант, когда закрытие идет конически, без использования выточки, это там, где был прямолинейный участок, выточка не запланирована, наносится центральная линия, относительно нее перекрываются детали друг к другу, стороны от данной линии. Также нужно контролировать важные объемы. И там, и там получившиеся срезы не должны иметь углов заломов, что нивелируется более сглаженными линиями. В принципе, рассказывать и читать гораздо дольше, чем откладывать данные расширения или сужения, чем их подсчитывать. Знаю, что для некоторых это действительно вызывает сложность. Производится много разрезов и просчетов на реальные выкройки. Советую все-таки использовать масштабную линейку для экономии сил, времени и материалов. Надеюсь, данная тема стала понятна. Теперь ничего заучивать не придется. До новых встреч!